Работники и руководители крупных предприятий на один день сменили привычные офисы на спортивное поле. Производственники области приняли участие в спартакиаде машиностроителей. Состязания проходили по пяти видам спорта. Чья команда стала лучшей? Смотрите далее. Тяжесть кубка за первое место не способна задавить окрыленность от победы. Всю неделю машиностроители со всей области искали ответ на вековой вопрос. Кто выше, сильнее и быстрее. Без отрыва от производства не удивляли своих болельщиков и коллег мастерской игрой в мини-футбол мощными волейбольными подачами и рвением к победе в эстафете. Все очень необычно было наблюдать за этим мероприятием, потому что я привык этих людей видеть в профессиональной их среде, на заводах, на их предприятиях. Поэтому очень было приятно вот так неформально посмотреть на этих людей. Они пришли сюда с семьями, они за них болели, объединили мы всех, и производственников, и их семьи, и их руководителей. Всего в спартакиаде приняли участие 22 команды. Для кого-то это первый опыт в подобных состязаниях, а кто-то, как, например, победители в общекомандном зачете, год за годом совершенствовали свои навыки, чтобы поднять над головой этот долгожданный кубок. Мы тренируемся, у нас и волейбольные тренировки, и футбольные тренировки, и по настольному теннису, и бег у нас на заводе постоянно проходят межзаводские какие-то соревнования. То есть у нас каждый год тренировка уже, то есть это как бы традиция, без отрыва от основной работы. Свои заслуженные награды получили все, кто показал лучшие результаты и в отдельных спортивных соревнованиях по мини-футболу, волейболу и эстафете, а также в индивидуальных состязаниях, настольном теннисе и шахматах. За особое рвение к победе некоторые участники получили благодарственные письма от депутата Государственной Думы. Я думаю, что в первую очередь они объединяют людей, заставляют узнать друг друга на спортивной площадке. В пользу случаям я хочу выразить благодарность Николаю Панкову, который уделяет внимание не только аграрным вопросам, но и машиностроительной области. Общая фотография, как финальный свисток в общем матче спартакиады. Через год команда встретится снова, чтобы доказать, что для спорта всегда можно найти время, даже без отрыва от производства.